Друзья, добрый день. Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина. Сегодня в рамках совместного проекта сайта aif.ru и Совета по внешней оборонной политике «Прогнозы про угрозы» свою лекцию прочитает заместитель директора Института демографии Высшей школы экономики Михаил Борисович Денисенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы – выдержит ли Россия демографический удар и каким будет население страны к 2030 году? Прошу вам слово. Дорогие друзья, мы, в общем-то, обсуждаем действительно очень важную интересную тему. И важную, в первую очередь, потому что демографические процессы, они действительно являются базовыми, фундаментальными процессами, демографические процессы и структуры, которые определяют во многом и среднесрочные, и долгосрочные тенденции нашего развития, развития нашей страны. Тема лекции «Выдержит ли Россия демографический удар?» Она немножко неожиданна для меня, потому что демографы, конечно, не пользуются словом «сочетанием демографический удар». Мы чаще используем сочетание «демографический кризис». Давайте отталкиваться от этого названия. История нашей страны, демографическая история нашей страны, вы это прекрасно знаете, это чередование вот таких ударов. И эти периоды ударов отделены друг от друга периодами относительно спокойными, во время которых проявляются общие демографические тенденции, которые свойственны большинству стран мира. Ну, опять-таки, здесь можно спорить, Россия страна специфическая, и, конечно, в тех же самых, например, тенденциях смертности в России очень много специфического, но об этом чуть позже. Последний удар, вы прекрасно знаете, пришелся демографический в нашей стране на 90-е годы. И это был период демографического кризиса, который для нас в первую очередь ассоциируется со снижением рождаемости и с ростом смертности. Я единственное хочу заметить, что этот демографический кризис, он был предсказан советскими демографами еще в 70-х годах. Другое дело, что значительная часть населения, значительная часть общественности советской, еще тогда советской, об этом могла только догадываться. А прогнозы эти были выполнены, в первую очередь, на том основании, что рождаемость 60-х годов в Советском Союзе, и, в частности, в Российской Федерации, не обеспечивала простого воспроизводства населения в будущем. То есть поколения детские не заместили бы поколения родительские как раз в 90-е годы. Но общий социально-экономический кризис, он в значительной степени усилил этот демографический спад, который прогнозировался советскими ученами. А в ближайшие годы, в оставшиеся годы 2-го десятилетия 21-го века и в 3-м десятилетии того же века, мы, по сути дела, будем пожинать плоды демографического кризиса 90-х годов. Эти плоды, в первую очередь, будут выражаться в чем? В негативных изменениях возрастной структуры населения. О возрастной структуре я подробнее остановлюсь позже, а сейчас, в первую очередь, причислю, наверное, те проблемы, которые нас ожидают в связи с демографическими изменениями в эти ближайшие 17 лет. Мы же говорим о демографических прогнозах, по сути дела, до 2030 года. Но я начну с самого общего, это со стагнации численности населения России, извините, пожалуйста. Я не случайно выбрал слово «стагнация», потому что те демографические прогнозы, которые имеются по Российской Федерации, они не дают однозначного ответа на вопрос о том, будет возрастать население России или будет сокращаться в ближайшие 17 лет. По всей видимости, оно будет сокращаться. Но если сейчас, скажем, численность населения России составляет 143 миллиона, если оно сократится, то сократится на не очень большую величину. Скажем, по прогнозу нашего института, численность населения чуть-чуть вырастет примерно к 2025 году, а потом опять вернется, по сути дела, к исходной позиции. Там прогнозы ООН, как правило, дают для России нисходящие тренды. РУСТАТ, один из прогнозов РУСТАТа, так называемый оптимистический вариант, он дает рост населения. Но, как правило, все эти оценки, они колеблются как раз около численности современной, 143 миллиона человек. Но за этой оценкой, за ней стоит другая проблема. Мы с вами прекрасно знаем, что численность населения России неравномерно распределяется по территории. И здесь, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что вот это неравномерное распределение в последние годы, оно к чему, по сути дела, привело? К тому, что численность отдельных территорий, обширных территорий, это Дальний Восток, Восточная Сибирь, Североевропейская Россия, численность населения здесь заметно сократилась. И вместе с тем у нас есть полюса роста. Полюса роста – это прежде всего Московский регион, это тот же самый Краснодарский край, в последнее время это Санкт-Петербург. И здесь особо, конечно, впечатляют цифры, относящиеся к московскому региону. Если численность населения России за последние 20 лет сократилась, со 148 миллионов до 143, то численность населения Москвы возросла. По сути, она возросла с 9 миллионов до 12 миллионов человек. Рост составил 3 миллиона человек. В стране, где наблюдался длительное время процесс депопуляции, это, конечно, неблагоприятная тенденция. И в ближайшие годы, по нашим оценкам и по оценкам многих специалистов, демографов, географов, экономистов, вот эти негативные изменения в территориальном распределении продолжатся. И продолжатся, в первую очередь, в пользу того же самого московского столичного региона. Этому, в свою очередь, будет способствовать то, что к Москве присоединены новые территории, что сюда будут приезжать новые люди. А как вы прекрасно понимаете, вот эта неравномерность распределения будет создавать массу экономических, геополитических проблем как раз в тех, богатых ресурсами и не обладающих достаточным количеством людей, регионах, которые действительно интересуют многие страны мира. Ну и если подводить итог как раз вот этим, на первый взгляд, очень простым проблемам, связанным с изменением численности населения и неравномерности его распределения по территории, мне хочется лишний раз подчеркнуть, что даже если численность населения чуть-чуть увеличится, Россия, как демографическая единица в мире, продолжает устойчиво терять свои позиции. И если, скажем, в 1950 году в Российской Федерации жило примерно 4% населения земного шара, то в 2030 году доля России в населении мира сократится практически до 2,2-2,4% населения. То же самое касается, та же самая тенденция, она характерна и для удельного веса России в странах Европы. Этот удельный вес, он будет сокращаться. И при этом численность населения, скажем, соседей России, она будет неуклонно возрастать. Скажем, самые близкие нам соседи – это Центральная Азия. Численность населения в Центральной Азии возрастет до 60 миллионов человек. Фактически население России и население Центральной Азии разрыв в значительной степени уменьшится. Ведь, скажем, еще в 1950 году население многих Центральных Азиатских республик чуть превышало миллион человек. Сейчас же это уже совершенно другие страны с достаточно большим населением. И демографическое давление со стороны стран третьего мира, так называемых, оно будет возрастать на, естественно, Россию точно так же, как оно возрастает на развитые страны Европы и Северной Америки. Значит, почему население России не будет увеличиваться? Мне здесь лишний раз хочется подчеркнуть, что, несмотря на те успехи, которые были достигнуты в нашей демографической сфере, я имею в виду увеличение продолжительности жизни и увеличение рождаемости, этого роста оказывается явно недостаточно для того, чтобы население России начало действительно в перспективе увеличиваться достаточно быстрыми темпами исключительно за счет демографических факторов. Вот тот рост, о котором иногда говорят прогнозы, он в первую очередь обеспечивается как раз миграцией. В России, я думаю, может быть, этот график вы видели, уровень рождаемости остается низким, низким с точки зрения обеспечения расширенного воспроизводства населения. Хотя уровень рождаемости, как я вам сказал, вы это знаете, вырос в Российской Федерации за последние годы, во многом благодаря мерам, которые предпринимает правительство. Но это не тот уровень рождаемости, который обеспечивает замещение поколений. В семьях рождается все равно меньше двух детей, и, соответственно, родительские поколения детскими не замещаются. Более того, из-за того, что возрастная структура, количество матерей, количество потенциальных родителей в этой возрастной структуре уменьшится, соответственно, уменьшится в будущем и число родившихся. Соответственно, естественный прирост в нашей стране, он как был отрицательным, так он останется. Только вот эта отрицательная убыль, она усилится. Про смертность мне хочется сказать, на самом деле, одно, и вы это прекрасно знаете. Продолжительность жизни в нашей стране чрезвычайно низка. И мы занимаем среди стран мира очень низкие места среди двух стран мира. Мужчина – 140 место, женщина – 105 место. Это, конечно, места, которые не соответствуют той роли, которую Россия играет в мире. Но в данном случае, если говорить о смертности как о вызове, как о демографическом вызове, скажем, для экономики, для общества, то, по мнению и демографов, и многих экономистов, если мы говорим о модернизации, то модернизация в первую очередь должна касаться как раз показателей и факторов, которые определяют именно продолжительность жизни. Точнее говоря, изменение в продолжительности жизни, оно в определенной мере отражает, насколько модернизировано поведение нашего населения. Короткая продолжительность жизни, к сожалению, это признают многие экономисты и демографы. Что она означает? Она, в первую очередь, означает то, что у населения с короткой продолжительностью жизни не может быть современного экономического поведения. Все долгосрочные экономические программы будут лишены поддержки со стороны большей части населения. Люди живут слишком мало, соответственно, они не заинтересованы накапливать деньги, участвовать в инвестициях. Им безразличны накопительные программы в пенсионных системах и так далее, и так далее, и так далее. Это вызов со стороны смертности, это один из действительно самых серьезных вызовов, которые демографии бросают, скажем так, нашей экономике. Ну и все же, если перейти вот от этих факторов, которые во многом определяют возрастную структуру населения, собственно, к возрастной структуре. Что для нас важно, что нас ждет с точки зрения изменения возрастной структуры? Россия, как и многие страны развитого мира, в первую очередь, ожидает сокращение численности населения в так называемых рабочих возрастах. Мы эти рабочие возраста можем определять так, как они определяются в России, мы их можем определять так, как их определяют в мире при международных сравнениях, скажем, 60-65 лет. Но в любом случае нас ждет сокращение численности населения в трудоспособных возрастах. И оно будет достаточно значительным. В первую очередь, если говорить о сокращении населения в рабочих возрастах, население по разным оценкам сократится на 10, 11, 13 миллионов человек. На 11-13 миллионов человек до 2030 года. Вы сами понимаете прекрасно, что это совершенно колоссальная цифра. Но, во-вторых, здесь надо заметить, что это сокращение будет происходить на фоне старения населения. У нас стареет население, это объективный процесс, он связан со снижением рождаемости. Доля лиц в старших возрастах в нашей стране заметно увеличится. Заметно увеличится их численность. Скажем, доля лиц в возрастах старше 60 лет, она сейчас составляет порядка 19%, в 2030 году будет составлять 25%. И, соответственно, численность лиц в возрасте старше 60 лет увеличится с 27 до 35 миллионов человек. Но на фоне этого старения, как я уже сказал, будет сокращаться численность населения в рабочих возрастах. И рабочее население, в свою очередь, тоже будет стареть. И многие современные оценки показывают, что будут стареть в первую очередь и стареют уже люди тех специальностей, на которые сейчас в первую очередь предъявляется огромный спрос со стороны той же самой экономики. Это инженерные специальности, это многие медицинские специальности, это сферы образования и так далее. Соответственно, что делать в этой ситуации? Действительно, это очень серьёзный вызов, и этот вызов учитывается при разработке многих экономических и демографических программ. Естественно, речь идёт в первую очередь о том, что надо увеличивать производительность труда, чтобы предупредить эти потери. Надо снижать смертность, надо увеличивать инвестиции в человеческий капитал, в частности, в образование. Надо повышать уровень экономической активности молодёжи и лиц в старших возрастах. Я просто замечу, что уровень экономической активности молодёжи у нас один из самых низких среди развитых стран. Экономическая активность в старших возрастах, она тоже не самая высокая в мире, во многом, кстати говоря, благодаря раннему возрасту выходу на пенсию. И, соответственно, проводить активную миграционную политику. Но мы прекрасно с вами знаем, что миграция – это тоже своеобразный демографический вызов, с которым столкнулось наше общество. Отношение к миграции крайне неоднозначно, несмотря на то, что миграция сыграла достаточно значительно позитивную роль в последние 20 лет в демографической истории нашей страны. Если бы у нас не было значительного миграционного прироста, то численность нашего населения сейчас была бы не 143 миллиона, а 135 миллионов человек примерно. Если бы не было значительного притока трудовых мигрантов, а разрешение на работу в нашей стране за последние десятилетия получило порядка 11 миллионов человек, то, соответственно, отдельные отрасли нашей экономики действительно могли бы испытать определенные сложности, особенно в тот период, когда у нас наблюдался экономический рост. Но, собственно говоря, это, скажем, позитивные черты, о них надо обязательно говорить, о них говорят очень мало. Но вместе с тем, то, что нас всех пугает, это то, что значительная часть мигрантов, она не имеет легального статуса по разным оценкам от 3 до 5 миллионов человек, что у нас нет отбора мигрантов и, соответственно, качество тех же самых трудовых мигрантов, которые приезжают в нашу страну, оно постепенно ухудшается. Речь в первую очередь мы ведем о мигрантах из стран ближнего зарубежья, что у нас нет еще до сих пор программы адаптации и интеграции мигрантов, а это все способствует тому, что возникает напряженность в отношениях между, скажем, постоянным коренным населением России и теми людьми, которые приезжают в нашу работу, в нашу страну работать и жить. Ну и вместе с тем, мне хочется обратить внимание, говоря о миграции, что мы часто встречаемся с оценками, которые показывают, что Россия является одним из лидеров в привлечении мигрантов. Но мне здесь хотелось бы подчеркнуть, что эти оценки, они в принципе нуждаются, конечно, в серьезном переосмыслении и в комментариях. Скажем, оценка ООН, где говорится, что мы лидер после Соединенных Штатов, она не совсем точная. В те 11 миллионов мигрантов, которые они… в ту оценку 11 миллионов, которые они называют применительной России, входит очень много тех, кто переселился, кто вернулся в Россию и кто переселился в Россию еще в период Советского Союза. Это внутренняя была миграция, поскольку критерий определения мигрантов – это месторождение ООНовских критерий определения мигрантов. А если мы будем обращаться к статистике, скажем, последней, современной, и эти слайды я привел в своей презентации, то мы видим, что по интенсивности миграционных процессов, по количеству иностранцев Россия, в общем-то, не относится к разряду тех стран, которые занимают действительно лидирующее положение в мире. Это, в первую очередь, касается стран Западной Европы. Но миграция – это еще один вызов. Но я теперь подведу некий итог, что нас ждет в ближайшие годы, какие демографические удары ожидают страну. Это сокращение возможной депопуляции или неизменность численности населения, но эта неизменность будет проходить крайне неравномерно. Эта неизменность, неизменная численность населения, к сожалению, будет развиваться в тех условиях, когда численность населения по территории страны будет перераспределяться и перераспределяться крайне неравномерно. Как раз стратегически важные регионы, судя по всему, по-прежнему будут терять своё население. К сожалению, у нас произойдут крайне негативные изменения в возрастном составе населения. Сократится, в первую очередь, численность населения в рабочих возрастах, она сократится значительно, ещё раз подчеркну, на 11-13 миллионов человек. Сокращение численности рабочего населения будет проходить в условиях старения населения. Старение населения – объективный процесс, я не хочу называть его негативным, плохим, это происходит везде. Но старение населения будет затрагивать и население, то население, которое активно участвует в экономических процессах, которое работает, которое ищет работу. И вместе с тем эти процессы, эти изменения в структуре и в численности населения, они будут проходить и поддерживаться демографическими процессами. Миграция – это один из серьёзнейших вызовов. Этот процесс во многом будет влиять на будущее нашей экономики, он во многом будет влиять на динамику численности населения, особенно в тех условиях, когда рождаемость у нас по-прежнему не будет обеспечивать расширенного воспроизводства. По всем прогнозам, рождаемость у нас, даже если будет расти, она не дойдёт до отметки двух рождений у одной женщины. Продолжительность жизни мы на это возлагаем очень большие надежды, это огромный резерв для нашего демографического развития. Но даже с учётом тех успехов, для того, чтобы наша демография улучшалась в лучшую сторону, эти успехи должны быть ещё более значительными. По нашим оценкам, если, скажем, продолжительность жизни и смертность будет снижаться очень быстро, и наша продолжительность жизни будет стремиться к среднему уровню тех же самых стран Западной Европы, мы получим дополнительно 4 миллиона населения. 4 миллиона жизней будет сохранено. И, соответственно, если мы говорим о политике в области демографии, то мы должны чётко выделить две составляющие. Есть демографические изменения, на которые мы можем влиять, хотя я хочу подчеркнуть, что демографические изменения, за исключением миграции, демографические процессы управляются, ими трудно управлять. Это инерционные процессы, ими можно управлять, но это делать сложно, за исключением миграции. Но и здесь, на самом деле, тоже есть определённая инерционность. Там, где у нас есть возможность для управления, конечно, эти возможности мы должны поддерживать. Мы должны бороться за увеличение продолжительности жизни, мы должны поддерживать семьи, в которых рождаются дети. И вместе с тем есть изменения, которыми управлять сложно, которые предупредить сложно. Старение населения происходит, и оно будет происходить, мы его не можем остановить. Ведь население в рабочих возрастах определяется нашей историей во многом, во многом оно связано с теми ударами, которые страна вынесла в прошлом демографическими. Но к этим изменениям, к изменениям в структуре населения мы должны адаптироваться, мы должны развивать деятельность институтов, разрабатывать меры социально-экономической политики, направленные на то, чтобы вот эти изменения в возрастном составе населения учесть и предупредить. И если говорить о миграции, то миграция как раз в определенном смысле может предупредить вот эти негативные последствия в изменении численности населения в рабочих возрастах. Потому что миграция достаточно оперативный способ решения этих проблем. Но главный здесь момент успех использования миграции как одного из средств решения проблем недостатка рабочей силы возможно только при достаточно сбалансированной миграционной политике. Спасибо большое, Михаил Борисович. Я предлагаю сейчас приступить к вопросам, которые поступили к нам в прямом эфире. И, конечно же, мы не переживайте, доберемся до тех вопросов, которые поступали к нам до эфира. Спрашивают вас следующее. Михаил Борисович, вы только что сказали, что население будет концентрироваться в Москве. А что необходимо все-таки делать государству для того, чтобы этого не происходило или происходило в меньшей степени? Ну, если говорить о концентрации в Москве, я просто здесь назову некоторые цифры. Сейчас в Москве на территории московского региона проживает примерно 13% населения страны. По оценкам, эта цифра может увеличиться до 17-18%. Ну, конечно, для такой большой страны эта цифра невероятная. Что надо делать? Ну, вы знаете, я не экономист, я, конечно, демограф, но если обращаться к тем рекомендациям, которые делаются, к тому анализу, который мы проводим, конечно, надо инвестировать деньги в регионы, в первую очередь в те регионы, которые теряют население. Еще раз подчеркну, что эти регионы как раз обладают ресурсами. Соответственно, этим регионам надо предоставлять льготы разного рода и так далее. Но я, насколько понимаю, сегодня президент в своем выступлении эту тему поднимал. Мне единственное хочется подчеркнуть, что, может быть, здесь имеет смысл обратиться в каком-то смысле даже к опыту освоения, скажем, того же Дальнего Востока еще в дореволюционные годы. Ведь тогда переселенцам и предпринимателям предоставлялись очень широкие годы, вплоть до освобождения от налогов на длительное время. То есть это могло бы, на ваш взгляд, спасти ситуацию? Потому что, допустим, на севере сейчас совсем по-другому. Вы знаете, да, но это наша история показывает, что на север и на восток люди едут тогда, когда туда идут инвестиции. Будь это конец 19 века, будь это 70-е, 80-е годы, 20 века, я беру советский период. Если инвестиций нет, то, соответственно, люди туда никогда не поедут. Если, по сути дела, инвестиции в той или иной форме и основные финансовые и экономические ресурсы собираются у нас в отдельных, скажем так, полюсах роста, которые расположены в Европейской России, ну и в Западной Сибири, в нефтяных центрах, то, естественно, основная часть нашего российского населения и тех же самых трудовых мигрантов будет направляться именно в эти регионы. Я просто хочу еще добавить, что ведь Москва неслучайно аккумулирует как минимум 30% всех трудовых мигрантов, которые направляются в Россию. Естественно, трудовые мигранты идут туда, где есть работа, а она есть в Москве. Уровень безработицы в Москве ведь крайне низкий, порядка 1%, а на Дальнем Востоке это там в разных регионах от 5 до 8%. А вот эта проблема перенаселенности столиц, она так остро стоит только у нас в России или все-таки она, в общем-то, есть везде? И мы драматизируем очень много по поводу нашей Москвы. Вы знаете, проблема перенаселенности столицы, она, конечно, существует, но она, в первую очередь, существует в странах третьего мира. Москва по плотности населения, я, скажем так, беру Москву в старых границах, я сейчас не говорю о новых территориях, они еще не освоены. Ведь Москва в старых границах по плотности населения приближалась, скажем так, соперничала со странами именно третьего мира, я имею в виду, в иерархии по высоте плотности населения. Там речь идет о городах Бразилии, к примеру, или Юго-Восточной Азии, а о плотности европейских странах, плотность населения в столицах европейских стран была в два раза ниже примерно, чем в Москве. То есть разница колоссальная, и присоединение новых территорий как раз привело Москву приблизиво к тем странам по плотности населения, где в столицах относительно свободно. Но мы прекрасно знаем, что новые территории, они еще не освоены. А планы по освоению этих новых территорий настораживают, потому что количество жилья, которое, насколько я вот слышал, планируется вести в строй на этих территориях, это порядка 40 миллионов квадратных метров. Это ведь дополнительно почти 2 миллиона человек. Я думаю, что значительную часть из них составят как раз те, кто выезжает из регионов или из других стран. То есть нас это не спасет, а наоборот усвоит ситуацию? У нас это, я думаю, не спасет. Москву мы не разгрузим. Так, еще один вопрос. Я просто хочу сказать, что, понимаете, самое-то, наверное, трагедийное в том, что исход населения из ряда очень важных территорий, он еще чем плохо тем, что та инфраструктура, которая была создана, причем инфраструктура идет, речь идет о самой разной инфраструктуре, в том числе о школах, о тех же самых больницах, о дорогах, они же постепенно приходят в негодность, они разрушаются. Мы об этом должны помнить, а восстанавливать их потом будет достаточно сложно или поддерживать в нормальном состоянии. Причем вот здесь особенно важно, наверное, подчеркнуть, что ведь речь, я говорил о Дальнем Востоке, к примеру, или о Сибири, или о севере европейской части России, но есть ведь такие регионы, которые находятся практически рядом с Москвой, центральной Россией, где сельская местность пустит. Вот Костромская область, к примеру, самые высокие темпы по сокращению населения дала сельская местность, кстати говоря, Костромской области. Каждое третье село в области, оно стоит пустынь. Эта область, она составляла ядро формирования, в общем-то, российского государства, одно из ядер, так сказать. Картина страшная вырисовывается, на самом деле. Есть у нас вот какой вопрос, что вы подразумеваете под эффективной миграционной политикой, которую вы сегодня сказали не раз? Ну, вы знаете, здесь есть, скажем так, общепринятые, что ли, критерии, когда речь идет об эффективной миграционной политике. Значит, миграционная политика, в принципе, должна нам давать ответ на какие вопросы? Сколько мигрантов должно быть в стране? Какие это должны быть мигранты? Ну и последний вопрос, да, как их интегрировать в эту страну? Вот, к сожалению, наша миграционная политика пока таких четких ответов на эти вопросы не дает. И, соответственно, я начну, наверное, с конца. Проблемы интеграции мигрантов, мы с вами прекрасно видим, что этой проблемы нет. Вернее, эта проблема есть, нет политики интеграции. Причем мне здесь хочется подчеркнуть, что в современном понимании вопросы, связанные с адаптацией интеграции и, соответственно, подходы к решению проблем адаптации интеграции, они должны начинаться не на территории той страны, куда приезжают мигранты, а еще на территории тех стран, откуда они выезжают. Скажем, если мы хотим, чтобы мигранты знали русский язык и были знакомы с той же русской культурой, они с этим, русским законодательством российским, они с этим должны знакомиться еще на своей родине. Проблемы селективности, так называемой, или отбора мигрантов. Какие мигранты нам нужны? Соответственно, мы знаем, что, если мы знаем, какие мигранты нам нужны, то мы, соответственно, в первую очередь должны привлекать именно тех, кто нам нужен. Причем здесь, когда мы говорим об отборе, да, этот отбор, он должен быть, конечно, дифференцированным. Потому что, скажем, образованные люди и люди с невысоким уровнем образования, они обладают разными интеграционными возможностями, у них разные способности к той же самой культурной адаптации и так далее. Эта политика, она, несомненно, должна дифференцироваться, в том числе и по срокам приема, и по способам приезда в Российскую Федерацию и так далее. Да, и, соответственно, вопрос, сколько, сколько и кого, потому что мигранты есть постоянные, мигранты есть временные. Мы, в принципе, на вопрос, сколько, точно никогда не ответим. Но приблизительно, да, представление у нас должно быть. Ну, у вас какое представление о том, сколько нам необходимо? Ну, вы знаете, моё представление, оно может сильно отличаться от тех, которые, скажем, существуют в нашей стране. Но я считаю, что в нашу страну, скажем, на постоянное место жительства должно приезжать порядка, как минимум, 300-400 тысяч человек. Если мы будем принимать такое количество людей, то мы в какой-то степени в будущем сможем предупредить негативные последствия от изменения той же самой возрастной структуры населения. Но я хочу подчеркнуть, что 300-400 – это намного меньше в процентном отношении, чем в той же самой Канаде, Австралии. Это не так много. Если говорить о трудовых мигрантов, мне кажется, что эта цифра, она должна соответствовать примерно… Вот в ближайшие годы, поскольку мы сейчас говорим о периоде, когда будет сокращаться население в рабочих возрастах, ну, порядка трёх миллионов человек. Это не намного больше. Ежегодно, да? Ежегодно, да. Но эти оценки мы делали как раз на основе экономического и демографического анализа того, что у нас тех экономических тенденций, которые нас ждут в ближайшие 15 лет. Но сегодня количество, я не знаю, владетелевой информации нет, а количество людей, которые реально трудовых мигрантов приезжают ежегодно в Россию, оно же намного больше, чем у нас. Оно не намного, на самом деле, больше, потому что я ещё раз подчеркну, что здесь действительно существует много легенд. И самое главное, что мы забываем о том, что мигранты, в общем-то, приезжают в нашу страну на разный срок. Большая часть из них, в общем-то, приезжает не на длительные сроки, потому что, согласно нашему законодательству, у нас трудовые контракты не могут заключаться на срок более одного года. Их можно продлевать на срок до полутора лет, но большая часть мигрантов приезжает на относительно короткие сроки. Многие, конечно, приезжают, потом возвращаются обратно, но всё равно данные обследования и так далее показывают, что в среднем, конечно, это меньше, чем год. Там порядка шести, там, в семи месяцев. Вот в чём дело. Разрешение на работу у нас получает порядка полутора миллионов человек. Ну и с другими категориями трудовых мигрантов, да, получается, что через, скажем, нашу страну легально, вот с трудовыми целями в течение года проходит, ну, там, два-два с половиной миллиона человек. Легально? Легально, да. Ещё есть, конечно, нелегальный срез, да, ну, порядка трёх миллионов человек. Но я ещё раз хочу подчеркнуть, да, что эти процессы, они относительно пока ещё не упорядочены, хотя, в общем-то, здесь определённая работа ведётся и со стороны миграционной службы в первую очередь, да. Ну, мы плохо ещё знаем свой рынок труда, как выясняется. Для того, чтобы здесь принимать какие-то решения, да, нужно знать хорошо представление иметь о рынке труда. И, как вы сказали, плохо знаем, чего мы хотим и в каких количествах, да, каких мигрантов и сколько должно быть. Есть вот какой вопрос у читателя, сможет ли Россия отстоять свой суверенитет и независимость в случае чрезвычайного положения, какой-то угрозы извне в настоящее время имеющимися людскими ресурсами? Вы знаете, мне кажется, что ответ на этот вопрос зависит, конечно, в первую очередь, наверное, не от людских ресурсов, а от, собственно, тех технологий, которыми мы располагаем. Если это военные угрозы, соответственно, это военные технологии, если какие-то другие, то, соответственно, какие-то другие технологии. Но если мы этими технологиями обладаем, то людских ресурсов у нас для этого вполне хватит, конечно. Мы про сегодняшний день говорим, да? Да, про сегодняшний день. Здесь, мне кажется, да, всё определяется всё же технологиями. Но я понимаю, как мне кажется, этот вопрос действительно одно время считалось, что демографический фактор, вот именно как численность населения, особой роли такой существенной на, скажем, оборонную мощь или на экономическое развитие в постиндустриальном, скажем, обществе не оказывает. Но к этому демографическому фактору сейчас опять возвращаются экономисты и демографы. И, скажем, на примере Индии, Китая мы убеждаемся, что в долгосрочных, особенно в долгосрочной перспективе численность населения, полувозрастной состав, они, на самом деле, имеют большое значение. Это рынок, это рабочая сила, вот это в каком-то смысле та же самая и военная мощь, да, это важно. Но, оказывается, всё же, ну, демографы никогда не отказывались от этого тезиса, но с этим тезисом соглашаются именно многие из экономистов, которые особенно занимаются долгосрочными проблемами развития экономики. Михаил Борисович, почему в России так быстро умирают мужчины? В чём причины? В чём причины? Ну, вы знаете, действительно, в начале 60-х годов Россия входила, или, скажем так, почти входила в десятку стран мира с самой высокой продолжительностью жизни. И, скажем, разрыв продолжительности жизни между российскими мужчинами и японскими мужчинами в те годы, он был, ну, ничтожный совершенно, практически одинаковой была продолжительность жизни. Сегодня мы знаем, что японские мужчины в мире живут, японские мужчины обладают одной из самых высоких продолжительности жизни, это 80 лет, даже чуть больше, а наши мужчины живут 64 года. То есть разрыв существенный, колоссальный. И этот разрыв, он наметился уже в 60-х годах. В Японии продолжительность жизни, в Италии, в других странах стала быстро увеличиваться с 60-х годов. У нас она, к сожалению, практически перестала меняться, а у мужчин в 70-х годах она стала даже увеличиваться. Но здесь, можно сказать, факторов много. Скажем, 60-е, 70-е годы в развитых странах быстро вводились в использование, в применение новой технологии. Это раз. Во-вторых, менялось поведение населения очень сильно. Два, я имею в виду, жизнеохранительное поведение. И это привело к тому, что учёные назвали, например, кардиоваскулярной революцией. Болезни сердца в этих странах стали лечить на ранней стадии. Это дало очень сильную добавку к продолжительности жизни. У нас же эта революция не произошла. Вместе с тем одновременно происходили, скажем так, мини-революции в той же самой диагностике раковых заболеваний, заболеваний дыхательных путей и так далее. Многие формы рака начали уже лечить, а, к сожалению, у нас, именно в массовом объёме, в массовом порядке, в масштабном очень, у нас, к сожалению, подобных процессов в 70-х годах и 80-х не наблюдалось. И здесь как раз стал намечаться вот этот разрыв. Но я ещё раз подчеркну, я не случайно сказал и о вот этих модернизационных изменениях в здравоохранении, подчеркну, что жизнеохранительное поведение людей менялось. Здесь ещё надо добавить, кстати, охрану окружающей среды, но это тесно было связано с вот этим жизнеохранительным поведением. Люди поверили в то, что они могут жить долго, люди прекрасно поняли, что от того, как они живут в молодости, будет зависеть и то, как они будут жить в старости, будут ли они болеть, будет ли у них долгая и, в общем-то, здоровая жизнь. И, соответственно, вот в 60-е, 70-е, 80-е годы распространяется и тот же самый спорт, происходит отказ от курения постепенно, происходит отказ от потребления тех же самых алкогольных напитков в чрезмерном, скажем так, варианте. Соответственно, меняется, помимо всего прочего, та же самая диета. Люди, в общем-то, начинают более рационально и правильно питаться, то есть, скажем, не переедать на ночь и так далее. Эти изменения, они происходили фактически одновременно. Но мне, вы знаете, хочется привести один пример, наверное, это из японской жизни, когда вводились новые технологии и с ними были связаны, скажем, необходимость проведения всеобщих диспансеризаций. Население достаточно вяло реагировало на меры, которые вот как раз в Японии вводились, но разные просто бывают, как вы знаете, осмотры. И для того, чтобы как-то увлечь население в этот процесс диспансеризации, в первую очередь, к этому привлекали в обязательном порядке чиновников. Ну, это касается, в частности, там, урологических осмотров и так далее. И вслед за чиновниками, когда население увидело, что есть толк, пошло, и остальное отправилось в больницу, и остальная часть населения. То есть здесь пример государства, я имею в виду, он очень важен. Пример государства, в данном случае, на уровне персон. Но я могу ошибаться, но мне кажется, что, допустим, даже мое поколение, там, 30 и выше, это все-таки уже поколение, которое как раз начинает следить за собой, у которых спорт, здоровый образ жизни и так далее. Это повлияет, да, свои плоды? Это, конечно, принесет свои плоды. Более того, есть оценки, демографические оценки, которые показывают, что, скажем, уровень смертности в новых, в молодых поколениях, вернее, в тех поколениях, которые сейчас находятся в подростковом возрасте, он ниже, чем у тех поколений, которые родились, скажем, в начале 80-х, 70-х годов. То есть двиг намечается, несомненно. Но, кроме того, мы видим, что и в старших поколениях, я вот беру свое поколение тех, кому около 50, с одной и с другой стороны, ведь многие бросают курить, многие начинают меньше пить и так далее. И многие жалеют, что этого не сделали раньше, к сожалению, так, понимаете. Но здесь надо еще на один момент внимания, конечно, обратить. Российское общество и советское общество, оно всегда считалось трассогенным. Я имею в виду всегда, это с 60-х, 70-х годов. Есть даже разного рода показатели, которые измеряют эту стрессогенность, в том числе и в смертности. Соответственно, вот эта стрессогенность связана, конечно, с нашей жизненной необустроенностью. Не все, конечно, от нас зависит, но, тем не менее, опыт, я еще раз повторю, тех же сападных стран, он показывает, что, скажем, отношение к близким, отношение к окружающим тебе людям, его надо менять независимо от того, в какой обстановке ты находишься, чтобы вот этих стрессов, этих конфликтов, которые провоцируют, скажем так, впоследствии девиантные формы поведения, это все надо предупреждать. Михаил Борисович, спасибо вам огромное. Друзья, спасибо, что вы задавали свои вопросы. К сожалению, не все мы успели охватить, но время наше ограничено. Я надеюсь, что вы к нам придете еще в гости. Мне очень радостно, что мы все-таки на более-менее оптимистичной ноте с вами закончили нашу беседу. Спасибо. Спасибо вам, друзья, и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok